Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Добрый день. У Гомеля, как и по всей стране, начался черговый этап выборчей кампании. Инициативные группы приступили до сбора подписов за вылучение кандидатов у президента Республики Беларусь. Кожна из них повинен набрать у свою поддержку не меньше, как 100 тысяч подписов грамадян. Затем, якедзе гэтый процесс назирали наши корреспонденты. Наталья Яусеенко – наставник музыки у одной из гомельских школ. У гэтым годзе свой летний отпочинок вырошила присвятить головной громадско-политичной подзеей у житти краины. Здравствуйте. Это инициативная группа по сбору подписей в поддержку кандидатов президента Республики Беларусь. Пожалуйста, пожалуйста. Семейная пара пенсионеров дикун побачила уже теня мало. Иван Антонович прошёл всю айчинную войну. Ен отправился на фронт доброохвотником и сустрел перемогу под Берлином. Последовавший час працавал у лесной господарцы. Становившим справу экономец и текавеца и зараз. Безусловно, политика построить не на измах, капитализм или социализм, а на интересы народа. А это можно только повышением эффективности использования государственной социальности. Ветливо сустракают сборщика подписов и у наступной кватеры. Проценный стаж Галины Довгуненко так само вылешается десятками годов. Больше 20 из них и она працавала на заводе «Коралл». На пенсию пошла в подшатку 90-х, який называя самой тяжкой порой. Говоришь и об сегодняшнем дне, означая «головное». Надо идти вперёд, продвигать, чтобы всё это удержать, что достигнуто. Не разрушать, как говорится. Ну и дай Бог, чтобы нашим детям, чтобы они не знали войны. Потому что вот как на Украине, там же брат на брата идёт. Как это в Библии писалось, что будет такое. Такое нельзя допускать. Вот поэтому у нас, слава Богу, жить можно. Ветеран войны Василь Корниенко с выбором своего кандидата так само вызнашился. И докладно ведая, яким поменен быть президент сучасной Беларуси. Это человек, наш настоящий такой человек, о чём думает, он говорит. У докладняющей пашпортной дадзины Наталья заполняет подписный лист. Напереде есть шесть десятки таких же визитов. У тым, что это недаремная справа, и она не сомневается. Про мотивацию каже лаконично. Ну, если не я, то кто? А я считаю, что так я внесу маленькую лепту в будущее своей страны. Руслан Пролясковский, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Беларуси означается день створения пожарной службы, переемницей якой стало Министерство по незвычайных ситуациях. У Гомеля святочные мероприемства с этой нагодой пройшли на пляд соц и каля лядового палаца. Вратовальники организовали соправдное шоу, головными удельниками якого стали юные гомельчане. Кожен из них отримал макшимость не только доследовать технику и инструменты супрацовников МНС, а либо спробовать применить их на практице. Например, надевши кислородные баллоны маску, пройти праздымовую камеру, або перорезать металличный пруд. Найбольшей же популярностью корыстались аутоподъемники, до этих выстроились черги, жадающих подняться на вышиню 50 метров. Празднование проходит на площадках наших областных центров, но ребята все равно находятся и в городах, и в районных центрах на службе и охраняют нашу безопасность. Поэтому хотела бы пожелать день в этот праздник непосредственное здоровье, удачи и сухих руководств для наших ребят. Хочу быть спасателем, хочу быть на машине и спасать людей. А напереды дни у Гомеля отбылся урочистый сход супрацовников МНС. У делу, яким, приняли и керавники областного управления МНС, ветераны и работники службы, представники городских уладов. Подчас проведения мероприемства отбылась традиционная, что готовая процедура принятия присяги новыми супрацовниками ведомства. Во урочистой обстановце они дали клятву на верность службе. Свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальника, высоко нести честь и достоинство работников, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, обязуюсь быть мужественным, честным, самоотверженным и исполнять профессиональный долг. Подчас проведения урочистого сходу так само были узнагороджены лепши супрацовники ведомства, и ке выдатно проявили себя в выконании службовых обовязков. Они отримали знаки выдатника и подяки от Министерства по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь, областного управления МНС, городского выконавчего комитета и Совета депутатов. Треба отзначить, у последних годов в нашей краине назирается становочая динамика снижения колькости пожаров и гибели на их людей. Что тычется Гомельщины, наш регион, по многих отдельных показчиках, выглядая наибольшь показально управлением с другими областями краины. В городе Гомеле число пожаров за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом снижено на почти 20%, число погибших на 11%. Такая же тенденция сохраняется и в Гомельской области. На предприемстве Гомель Энерго у рамках погоднения об стратегичном супрацовнистве по межроссийской компании Росети Бел Энерго отбылась супротиворийная тренировка с уделом специалистов приграничных регионов. Утым, что энергия не ведая межа, упылнилися наши корреспонденты. Хотя белорусские и российские энергетики живут по разной обаке державной межи, клопоту их одзины – забеспечить насельництво безперебойной подачей электроэнергии. Тому и МЭТу ставили перед собой агульную отпрацовать злаженный механизм взаимодействия разных структур энергосистем в выпадку раптованных стихийных бедствов. Мероприемство проводилось у рамках погоднения об стратегичном супрацовнистве помеж Бел Энерго и российской компании Росети, якое было подписано у початку бягучого года. Одним из направлений стратегического соглашения это как раз взаимодействие по оперативным технологическим вопросам. Мы подготовили уже более детально по всем направлениям, в том числе по оперативно-технологическому ряду уже детальных направлений, что нам интересно. Одним из важных моментов, который сегодня как раз отрабатываем, сегодня и завтра будем отрабатывать, это вопрос взаимодействия, взаимопомощи при ликвидациях массово-технологических нарушений. Эти моменты расцениваются очень положительно, потому что это важный момент, потому что мы как энергетики должны друг другу помогать, мы и помогаем, и дальше мы будем смотреть момент аналогичный, только уже на российской территории. В ходе проведения супрот-аварийной тренировки был организован оперативный штаб на базе РУП «Гомелинэрга», где и отбывалась координация взаимодействия разных структур. В полеагенде пять аварийно-рамотных брыгат, Добружская РЭС, Рэчицких электросеток, Белселегазбуд, Могилёвэнэрга и Бранцкэнэрга прибыли у Добружский район для ликвидации умовных массовых отключэнняв. Дарэча подобная ситуация назиралась у Добружским районе минавита у минулым годзе, калі стыхійный смерч літеральна знішаў ўсё на сваім шляху. Удзельнікі мерапрыємства на протягу двух дзён падрабязно вывучалі, апрацовувалі механізмы ўзаимадзеянія розных энергосістэм беларускага і російськага персаналу, знайоміліся з азнашэнням оперативных брыгат і технікай, якая завжды прыходзіць на допамогу энергиэтыкам, абмэньваліся в опытам. Я считаю, что это очень важное мерапрятие, тому що, щоб бути в хорошій формі, треба тренироваться. А даже несмотря на то, що есне стихія, то всі ждут як можна быстріе подачі енергії. Опять, щас же практично невозможна без енергії, вы знаєте, очень багато проблем. Поэтому ми постоянно готовимся к тому, щоб минимизируєвати время отключення наших потребітелей. Пры подведенье вынікаў двухдзённой работы, усе адзначали агульную корысть сумісних тренировок і ўшарговый раз подкреслили, що енергія, як і дружба, не ведують межаў. Наступную сустрэчу заплановали ў жніўні месяце ў Псковской в області на мяжі з Вітепшиной. Тамара Бялицкая, Александр Гавейка, Сергей Лукашук, Дзмитрий Радзянка, телерадоя компания «Гомель». Под Гомелем проходит міжнародный взлёт ветеранов боевых дзейнів, миротворчых операций і силовых структур. У делу им приймаўть більш як 180 воинов-интернаціоналистов з розных регіонаў Беларусі, а таксама з Расіў, Україны, Латві, Літвы і Естонії. Ветераны лакальных воинов і грачых кропак збіраюцца ў Гомелі ўже ў четвёртый раз. Цяперзлі отпачаўся з урачыстага мероприємства каля Кургана Славы ў Савецкім районі. Вітальныя словы ад актывістаў ветеранскага руху, ў складанне вянкоў да вечнаха огню, хвіліна маўчанне, да не на пам'ятці тым, хто загінув. Ідею взлёту актывна патрымлююць ветераны Афганистану з Прибалтыкі. Бо для людзей, які калісті стали братамі па зброі, межаўніснує. Такі мероприятия, они, как говорецца, не толька сплачуваюць нас, афганцам, но і паказываюць всіў маладёжі, што афганцы можуть дружыць. Афганцы, как говорецца, всегда нахоэцца в боевом братстве і всігда приходят друг другу на помаў. Цель ёго этого слёта встретиться со своими друзями, поговорить, дальше обсудзіць, які проблеми сьогодні в ветеранском движенні. У палаце Румянцвахі Паскевича открылася выстава, присвечена узнавлінні культурной спадчины ў итальянскім регіоні Эмілія Раманья пасля землетросенні. У першыню экспозиція була представлена ў минулым годзі ў Миланскім выставочным комплексі Триеналі, дзе трымала вялікі храмацкі резонанс. Зараз азнаёміцца з мультимедийной выставай змогу ці жіхарэ бласного центра. Аутарскія фото і відеаздымкі распавядаюць об наступствах землетросенні, якое нанесла значныя страты регіону Эмілія Раманья. Асновной темой гэта гапавяданні сталі эмоцыі простых людзей. Прыродная стыхія забрала шмат чалавічых жыццяў, закранула развіцё ёканомікі і культуры. На выставі, яка будзі дзейніші до 16-го жніўня, можна пазнаёміцца са здымкамі з чатырох провінцій, які патярпелі ў 2012-м годзе. Рушилися здання, в тому числе погибали пам'ятники іскусства. Італьянці сумели собрать своі силы, методично поднять обломки, останки, всё це восстановити і привести к прежнему виду, тому що ці произведення іскусства не меються ціни і равних. Біли разработані спеціальні методики для цього, і їм хотілося поділитися з іншими людьми, з іншими країнами, як вони це суміли зробити, цьому і посвіщена, по сути дела, выставка. У Гомирі отбылось урочистое відкрытие нового фірменного магазина керамічной плітки і санітарной кераміки «Керамин». Святошна программа відкрытия салона-магазина на проспекте Кастрышніка, 29А, супроваджалася цікавыми гульнями, конкурсами і подарунками. Такое, саправды, яркое шоу, організованное компанией «Керамин», гамельчанам запомнится надолго. Вероніка Ворошилина с подробязностями. Новий салон кераміческой плітки і санітарной кераміки «Керамин» – це реконструюваний торговий объект, существовавшого здесь ранее фірменного магазина компании. За п'ять лет он стал весьма любим і узнаваем гамельчанами, а потому було принято решення не менять адрес, а благодаря современному технологіям і дизайну вдохнути в це здання нову життя. Дамі і господарі, дружині, дружині, другий магазин «Керамин» – це керамин торжественно відкрит. Новий салон-магазин «Керамин» представляет респектабельные коллекции кераміческой плітки і керамогранита, изысканую санітарну кераміку, в тому числе новинки 2015 року. Торговля здесь организована в современном формате. Продукция не лежит хаотично на стеллажах. Она наглядно представлена в живых интерьерах. Человеку это удобно, он может, выбрав некую коллекцию, представить себе, как это будет в интерьере его квартиры. Поэтому все это делается для того, чтобы максимально было удобно, во-первых, представить наш продукт, а во-вторых, чтобы человеку было удобно его выбирать. Фірменная керамическая плітка, предназначенная для внутренней и внешней отделки помещений разного назначения, здесь представлена многообразием самого модного и сложного дизайна. Санітарная керамика – это стопроцентный фарфор, который прослужит вам долгие годы. В новом салоне-магазине «Керамин» покупатели ждут готовые идеи для оформления интерьера, а также полный спектр фирменных услуг. От рекомендаций опытного консультанта до бесплатной профессиональной разработки 3D-дизайн-проекта помещения и расчёта необходимого количества продукции. У нас есть бесплатный дизайн-проект, который рисуется для всех покупателей, даже если вы не сегодня будете приобретать товар, либо вы ещё в раздумьях. У нас есть доставка, есть подъёмный этаж, есть послепродажное обслуживание. То есть в наших магазинах есть вся сопутствующая продукция, которая необходима для ремонта вашего санузла. Фирменная продукция компании «Керамин» завоевала оправданный авторитет как на белорусском рынке, так и далеко за его пределами. Высокий уровень обслуживания и широкий ассортимент высококачественных товаров призваны удовлетворять запросы даже самых взыскательных клиентов. Девушки у себя красивые, нарядные, относятся всё хорошо. По плитке, я скажу, отделываю помещение большое, объездил все магазины, получилась и красивая, и качественная «Керамин». Они молодцы, конечно, сделали всё очень красиво, подобрано со вкусом. Есть варианты для выбора любой плитки и сантехники. В день открытия нового салона магазина «Керамин» покупатели ждали скидки. К слову, подобные приятные сюрпризы тут будут предусмотрены и в дальнейшем. У нас постоянно проходят какие-то и скидочные мероприятия, и акционные, и рекламные. Так что мы будем очень рады видеть всех. И я думаю, что мы найдём что-то такое особенное для каждого. Спешите создать уют у себя дома. Новый салон-магазин «Керамин» в Гомеле расположился по адресу. Проспект Октября, 29А. В будние дни он открыт с 9 до 20 часов. В субботу с 10 до 19. В воскресенье с 10 до 18 часов. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом наш выпуск завершенный. Усім добрых новинов и до новых сустречу эфиры.